Представляем вам канал «Заработаем вместе». На этом канале парень рассказывает о различных дырах в интернете. Например, как вместо 10 голосов ВКонтакте купить 20 за те же деньги. А также рассказывает о различных способах заработка в интернете, как с вложениями, так и без них. Так что переходите по ссылке в описании и узнавайте о всех тонкостях заработка в интернете. И если узнаете для себя что-то новое и полезное, обязательно подпишитесь. Повар из Австралии убил свою жену и попытался сварить ее останки. Инцидент произошел прямо в их доме в Брисбене. Позже была установлена личность убитой. Жертвой 28-летнего Маркуса Питера Фольке стала уроженка Индонезии по имени Маянг Просеттио. Ранее 27-летняя женщина работала проституткой и отправляла заработок своим родным в Индонезию. Открылись и другие интересные подробности ее биографии. Как оказалось, Маянг была транссексуалом. Останки убитой нашли в кастрюле, в доме, где она жила вместе с мужем. Выяснилось, что мужчина пытался избавиться от них, сварив их в неких химикатах. Когда к нему явилась полиция, мужчина сначала попытался сбежать, а потом перерезал себе горло. Его тело нашли в мусорном контейнере рядом с домом. Маянг и Фольке поженились в 2013 году, после чего супруги стали жить вместе. Мать мужчины отметила, что с ее сыном все было в порядке, однако последние полтора года они не виделись. Она знала про его подружку из Индонезии, но никогда с ней не встречалась. Кроме того, родители не знали, чем именно занимается их сын. Однако они постоянно созванивались, и Фольке обещал приехать к ним на Рождество вместе с женой. Пока в квартиру, где жили супруги, не приехала полиция, никто из соседей не заметил пропажи Маянг. Впрочем, некоторые из них сообщили, что почувствовали неприятный запах, похожий на запах протухшего мяса. Именно из-за этого соседка и вызвала полицию. По предварительным данным, раньше мужчина не страдал психическими заболеваниями и не имел проблем с законом. Следователям еще предстоит установить, что же подтолкнуло его на это преступление.